Приход в зал заседаний городской думы очередного депутата, который не входит в состав комиссии по жилищно-коммунальному хозяйству, вызывал бурный восторг всех, кто уже находился в зале. Таким кворумом вряд ли могла похвастать хоть одна из комиссий. Объяснение такой явки нашлось быстро. Из восьми вопросов, внесенных в повестку дня заседания комиссии, все, кажется, с особым нетерпением ждали шестой. Информации администрации города по исполнению рекомендаций комиссии по проведению конкурса среди предприятий, осуществляющих пассажирские перевозки. Этот вопрос уже обсуждался на комиссии в январе 2014 года и тогда народные избранники остались недовольны тем, как этот самый конкурс был подготовлен и даже рекомендовали приостановить его и переработать документацию. В течение месяца вокруг этого конкурса кипели нешуточные страсти, но к доводам народных избранников администрация не прислушалась. Накануне этого заседания начальник отдела транспорта Вячеслав Рубашкин провел встречу с журналистами, на которой рассказал, что конкурс идет своим чередом. Прием заявок от соискателей завершен. В течение месяца-двух будут подводиться итоги. Правда, антимонопольное управление приняло к производству жалобу четырех автотранспортных предприятий из шести, подавших заявки на конкурс. И скоро состоится рассмотрение этой жалобы, в результате чего конкурс снова, возможно, станет на тормоза. Однако Вячеслав Рубашкин остался непреклонен. По его мнению, конкурсная документация разработана в соответствии с законодательством, которое, да, не совсем совершенно в транспортном вопросе. Ситуация находится в правовом поле. Это нормальный ход события. Одной простой причиной, что у каждого из участников этого события есть свое мнение. Мы сейчас, по общей точке зрения, пока не пришли. Но, думаю, что при помощи антимонопольного управления 12 марта назначено рассмотрение. Эти вопросы будут сняты. Дальше процедура будет действовать согласно действующим законодательствам. Если будет антимонопольное управление, принято решение, что где-то что-то мы нарушили, будет обязательно внесены изменения или будет опротестовано решение антимонопольного, но, опять же, это все в суде. В результатах такого конкурса, конечно, в первую очередь заинтересованы руководители автотранспортных предприятий. В какой-то мере сейчас решается их судьба. Кто получит какие маршруты и в каком количестве будут решать баллы, которые будут начислять члены конкурсной комиссии. Она оценит техническую базу каждого предприятия-участника, качество и возраст подвижного состава. Вот только депутаты считают, что начисление баллов сделано в конкурсной документации не совсем объективно. А депутат Третьяков еще раз напомнил о том, что в городе как не возили, так и не возят в автобусах малой вместимости льготные категории граждан. Что я хочу сказать. В пятницу я иду к прокурору области по льготному проезду. Я официально вам заявляю, что вы на протяжении двух лет не выполняете федеральный закон о предоставлении льгот. Соответственно, антимонопольный комитет уже принял к рассмотрению. Я вам еще больше скажу. Я вам просто не говорю дату, но вот я со своими коллегами буду в Москве, на РБК, на форуме, где будет обсуждаться этот вопрос. И там будут представители антимонопольной службы непосредственно нашей, российской. Но суть не в этом. Вопрос другой. Что антимонопольная служба сейчас приостановит, и вы будете дорабатывать документы. А льготники как не возились и не будут возиться. У меня все. Что касается простых горожан, которые пользуются этим самым общественным транспортом, то их ждет сокращение единиц этого транспорта на определенных маршрутах. Такое заявление Вячеслава Рубашкина повергло в уныние и женскую половину депутатского корпуса. Вы сокращаете количество транспортных средств на 75 единиц. Вы вообще просчитывали, вы пассажиропот, вы вообще ездите в общественном транспорте? Вы вообще понимаете, о чем вы говорите? Если утром, вы посмотрите, проедете с русского поля к рынку, к центральному, к новому вокзалу. Смотрите, утром до 8 часов уже автобусы забиты. Автобусы, маршрутки, они забиты полностью. До половины 9-го то же самое, когда идут студенты. Вы представляете, когда вы уберете из пассажиропотока такое огромное количество транспортных средств. Вообще, что может произойти? По мнению Вячеслава Рубашкина, ничего страшного не произойдет, а сокращение транспорта вызвано прежде всего нехваткой водителей. Концептуального разговора, можно сказать, снова не получилось. Каждая из сторон осталась при своем мнении. Конкурсная комиссия, по словам Вячеслава Рубашкина, с понедельника начнет посещать предприятия, подавшие заявки на конкурс. А депутаты и прочие несогласные будут ждать заседания антимонопольной комиссии Ростовской области, которое должно состояться 12 марта.